Братишки, отец и мат пришли в мой дом. Вскрыли дверь, заменили ключи, все наши вещи собрал. Угрожают нам. Несколько раз прощения просили у них. Хотя они сами были неправы. Я готовлюсь продать свою почку. Я готов на все ради сохранения семьи. Если ты этого хочешь, лично я тебя буду научить. Я потеряла интерес к жизни, не хочу жить. Я и мои дети плохие. Из-за этого мы в долгах. Поверьте моим словам, деньги того не стоят. Однажды у тебя будут квартиры, но не будут отца. Не будет и матери. У меня сын погиб, когда ему было 17 лет. Две дочки. Вау. Главное, что я могу вам сказать. Не существует проблем, в которой нет решения. Не существует. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрит рубрика «Вопросы до Влатова». Хочу ответить на несколько вопросов по смене, которые вы нам сдаваете и так далее. Надеюсь, что и наша рубрика, и наша команда для вас является полезным. За годы мою работу, за эти годы, за эти, понимаете, два десятка лет моей жизни ушло на это. И огромное количество людей получили хороший результат и благодарят, думаю, что это хороший показатель. Миллион двести тысяч человек – это очень хороший показатель. Дорогие мои, будем говорить, ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым друзьям, не забудьте о нашей рубрике. Здравствуйте, Альмур Раджавич, меня зовут Музафар, я из города Самарканд, мне 40 лет. У меня такая история, у меня не сложилось по жизни, никто никогда меня не поддерживал, ни морально, ни финансово. В прошлом году я был у вас на благотворительном тренинге в Москве, читаю ваши книги. Вроде бы, теперь у меня все получится, думали, но, увы, опять неудача. Жена поддала на развод, нам дали 6 месяцев подумать, и вот в апреле будет суд. Развода я не хочу, я понимаю, что бизнес получится не сразу, но мое окружение этого не понимает. В последнее время я постоянно думаю, где взять быстрые деньги, так как мне никто не поможет, кроме меня самого. Я готовлюсь продать свою почку, я готов на все ради сохранения семьи. Вопрос в моей ситуации, что бы вы мне посоветовали? Дорогой мой Музафар, ни в ком случае этого не делайте. Вот что я вам посоветую. Понимаете, есть очень важная вещь, в вашей жизни либо есть цель, либо есть проблема. Повторяю, запомните, в вашей жизни есть либо цель, либо проблема. То есть, сама жизнь, она для сильных людей, ее надо заслужить. Жизнь, она выбирает сильного. Это что означает? Это означает, что нам нужно работать. Это означает, что ставьте цель и боритесь. Работайте над собой, чтобы приближаться к своей цели. Год за годом, день за днем, каждый день. Когда у вас появится видение и цель, проблемы перестанут от вас. Дело в том, что почему в вашей жизни сейчас много проблем? Потому что нет цели. Когда вы не ставите цели, Господь выбрал вас. Понимаете, у вас есть определенное свое предназначение и своя миссия. Бесполезных людей нет на земле. Просто нет. А вот эти проблемы, которые придут в вашей жизни, они заставляют вас, чтобы вы изменились. Они заставляют вас, чтобы вы нашли выход, нашли именно какой-то вариант. Варианты. Именно внутри этих проблем, если вы его раскроете, именно зерно там. Это как золотой искатель. Понимаете? Вам нужно иногда тысячи вещей попробовать, чтобы найти свое. Это нормальное явление. Это путка успеху так построен. Но ни в коем случае не надо почки продавать и так далее. Вы думаете, что это выход? Ну ладно, одну почку выдавали. А второй что будет? Проблема, думаете, с этим заканчивается? Нет, вам надо развивать навыки, а не почки продавать. Ну ладно, одну почку продали. И это что, все проблемы в жизни заканчивают? Нет, это первое. Второе. Жена почему дает развод? Вам надо об этом подумать. Причины надо устранить. Проблема не в жене, проблема в самом, что привело к этому. Источник проблеми надо решать. Станьте лучшим, чтобы каждая, можно сказать, чтобы ваша жена каждый день мечтала вернуться. Есть какая-то причина. Поэтому измените причину. Работайте над собой. Нет, не переживайте, ставьте цель и пошагово, потихонечку приближайтесь к ним. Быстрые деньги не бывают. Не надо бросаться за быстрые деньги. Не надо, быстрые деньги не бывают. Сядьте, успокойтесь. Если жена говорит, что я хочу уйти, это ее выбор. Оставьте ее покоя. Понимаете? Не мучайте себя и не мучайте ее. Успокойтесь. Такова судьба. Иногда судьбу надо осознавать. Но и создайте ту жизнь, которую вы мечтаете. А чтобы создать ту жизнь, которую вы мечтаете, просто остановитесь и разработайте план на 10 лет, на 20 лет. А потом начните заново с чистого листа. Выберите одно направление, которое для вас действительно более понятное. А потом в нем развивайте свои навыки и двигайтесь по нему. Потихонечку вы дойдете до цели. Не переживайте, все станет на свои места. Но никогда не думайте о таких вещах. Знаете, жизнь какая? Если мы будем читать, что ситуации, которые вокруг нас, они сильнее нас. Если мы будем читать, что нам не по силам решат внешние проблемы. Тогда они для нас действительно будут являться проблемой и начнет давить на нас. Они будут давить на нас постоянно. Поэтому вы должны признавать себя, что это ваша жизнь и вы должны решаться все эти проблемы. Возьмите себя в руку. Признайте себя сильными. Вы человек. А человеку дано, через мысли человеку дано инструмент, чтобы решать любые проблемы. Главное, что я могу вам сказать. Не существует проблем, в которых нет у решений. Не существует. Кроме смерти. А все проблемы, о них можно речать. Это вопрос со временем. Добрый день. Я Ираджи из города Душанбе с высшим образованием и область режиссера. По воле судьбе, как и большинство моих соотечественников, вынужден был поехать на заработку в России. А именно в Санкт-Петербург. Недавно жену с ребенком позвал к себе. Сейчас у меня очень трудная и сложная жизненная ситуация настала. От безысходности обратился к вам. Дело в том, что более трех лет, как я не в ладах, в ссоре с родителями. Несколько раз прощения просили у них. Хотя они сами были неправы. Не прощают. Перед сватбой моей, мои родители с родителями жени договорились, что мои родители вместе с денежного Калима Махра обещали дать квартиру в центре Душанбе. На дом печати. Где я прописан с 2007 года, с 2016 года. Жена была прописана. В течение этих трех лет я со своей женой и ребенком жили в этой квартире. Затем я уехал в Россию, а потом позвал их к себе. Получилось так, что когда жена с ребенком приехали ко мне, моя мама сразу же пошла в домоуправление и приписала туда пять человек. Сестру, себя, брата, племянников. Так как этим летом дом сносят. И они хотят получить тем самим новую квартиру или долю. Пользуясь нашим отсутствием, так поступило. В собственной квартире мой отец, Бахтер Кахоров. Они все сговорились. Братышка, отец и мат пришли в мой дом. Вскрыли дверь, заменили ключи. Все наши вещи собрал. Угрожают нам, что приехали туда и забрали оттуда вещи. И хотят нас выследовать туда. Договор они нарушили. И меня опозорили перед родителями жени. Отец всегда угрожал этой квартирой, как я себя помню. В такой ситуации, как мне бить? Как поступить? Пожалуйста, подскажите. Благодарю. Дорогой мой Ирадь. Мне очень жаль, что иногда порой в жизни между родными такое происходит. Меня очень жаль. Знаете, я обучаю людей о деньгах. Иногда некоторые мне пишут, что Да, Влад, разве счастье в деньгах? А вот видите такие ситуации? Я точно могу сказать, что Может быть, счастье не купишь в деньгах. Но отсутствие денег приводит кучу проблем. Потери счастья. Потери радости. Предыдущему я ответил, За отсутствие денег он хочет почки продать. А у вас родными проблема. Видите, как отсутствие денег создает море проблем в вашей жизни? Иногда, когда людям объяснить, что Лучше учиться о деньгах, Они это не поймут. Они игнорируют это, не знаю почему. Дорогой мой радж, Это всего лишь квартира. Ради него не спор. Не спор ни своим родителям, Не спор родителям и жени. Скажи, ничего страшного? Эту квартиру я сам зарабатываю. Ставь перед собой такой цель. Стань лучшим сыном для своего отца. Лучшим братом для своего брата. Лучшим сыном для своей матери. Лучший зят для своих тёш и свекров. Стань лучшим мужем для своей жены. Лучшим отцом. От этого будешь в выигрыше. Это всего лишь вещи. Это всего лишь квартира. Я помню, когда впервые приехал в город, Для меня показалось, Квартиру купить это было, Как будто луну доставать. Поверь, я это понимаю. Я помню это. Это просто похоже, Как будто луна достать была. Но я ставил перед собой цель. И начал работать. Спустя 4 года, 5 лет, У меня уже была квартира. Не мог поверить. Не мог поверить. У меня была трехкомнатная квартира. Не мог поверить, Что вау! Я помню, когда первый раз приехал, Я думал, хотя бы кладовка купить. Хотя бы полторушку купить. Однокомнатную. Но поверь моим словам, Если ты станешь перед собой цель, Стать успешным, Это всего лишь квартира. Сотни из них у тебя будут. Сотни. А потом подари их пачками. И брату, и сестру, и всем. Ставь перед собой, стань богатым. Если ты этого хочешь, Лично я тебя буду научить. Приходи ко мне, Я лично сам буду заинтересован Тебя поддерживать. Потому что я не понимаю, Деньги не должны стать причиной, Чтобы вы Росвенниками ругались. Поверьте моим словам, Деньги того не стоят. Однажды у тебя будут квартиры, Но не будут отца. Не будет и матери. Ты об этом не думай. Ты проси прощения и дальше двигайся. Работай, стань успешным. У тебя будет супер успех. Не переживай. Пусть доля дадут, Пусть квартира дадут. Дадут. Это всего лишь квартира. Понимаешь, Не привязывайся к имуществу мира, Если хочешь стать богатым. Каждый раз я много раз потерял, Обанкротился. И много раз меня хитрили люди. Я просто сказал, Знаешь, На все воле судьбы. Не надо мстить кого-то. Не надо обижаться на кого-то. Оставь все на воле судьбы. А сама жизнь лучше тебя дает им уроки. Сама жизнь лучше тебя мстит за тебя. Лучше тебя разбирает жизнь. Жизнь намного мудрее, Чем мы с тобой. Так что оставь все на воле Всевышнего. Полагайся на него. Если так, Значит, ты жену скажи. Значит, эта квартира нам не нужна. Вот и все. Ты с женой тоже там прописан. Ну, свою долю будьте меди. И все. С этим смирись. И родных не потеряй. Помни, у тебя перед тобой есть выбор. Либо родные, Либо деньги. Либо родные, Либо квартира. А какая правда? Это выбрать тебе самому. Понимаешь? Хоть это выбирай. Квартиру выбирай. Это станет для тебя правдой. Но родных потеряешь. Выбирай родных. Квартиру потеряешь. Но родных приобретаешь. Понимаешь? И то, и то будет правда. Но самая главная правда в том, Что в будущем без родных не можешь. Без квартиры можешь. Вот это будет настоящая правда. Так что, дорогой мой, ставь перед собой цель зарабатывать, стань богатым, сотни квартир будут у тебя. Наступит этот день. Поверь мне, жизнь она очень справливая. По отношению к тем, кто реально искренне, вот в сердце намерений правдивее. Тогда ты просветаешь. Здравствуйте, меня зовут Урмат. Я потеряла интересы жизни, не хочу жить. С мужем мне надоело его моральное давление. Скоро сын женится, я еще долго должна терпеть, потому что у меня трое сыновей. Я и мои дети плохие. Из-за этого мы в долгах, по его словам. Что посоветуете? Вау, нелегкая ситуация. Поверьте, нелегкая ситуация. Скажу вам вот что. Оставайтесь благодарны судьбе. Оставайтесь благодарны жизнью. Оставайтесь благодарны всевышнему, что у вас есть дети. Видите вокруг, что творится с этим коронавирусом? Вы знаете, это коронавирус всех делал одинаково. И богатые, и бедные, и правители, и попрошайки. Всех загнал в одном болезни, в одном койке положил всех. И всех отправил определенные кольца людей под земли. Что ученых, что водитель, что депутат, и что уборщица или уборщик. Неужели в таких даже положениях жизни мы остаемся неблагодарными? Молите за детей. Молите за себя. Живите ради себя. Морально он давит на вас, потому что вы позволяете этого. Что я имею ввиду, что вы позволяете? Я имею ввиду, что у вас в сознании жертв. Потому что он тика, 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 тика все эти годы вас превращал в жертву. А вы это берете. А если вы перестанете, брат, они перестанут на вас внимание обратить. Он перестанет на вас давить, если вы станете более уверенно в себе. Есть ради чего вам жить. У вас есть дети, вы их выросли. Живите для себя, для своей будущей. Понимаете? Молитесь Всевышнему. Жизнь, она очень хорошая. Она вас вознаградит. Теперь следующий ваш этап будет лучшая жизнь. Вам надо пройти этого. Значит, вот, понимаете, всегда рост, она болезненная. Всегда вот это счастье даром не дается почему-то, не знаю. Материнский инстинкт, чтобы испытать, придется через боль пройти. Вот рожать ребенка. Вот эту боль испытать, потом вы чувствуете материнскую любовь. Правда? Видите, вся сама жизнь. Через это надо пройти. Поэтому вот у вас сейчас рождается новый этап в вашей жизни. И лучшей жизни начинается. Так что пройдите этот этап, не сдавайтесь. У вас есть ради чего жить? Фокус направьте на детей. Фокус направьте на свое будущее. Займитесь над собой. Займитесь спортом. Читайте много полезной книги. Послушайте мою рубрику много. У вас все остальные свои места. И когда вы станете более уверены в себе, могу уверенно сказать, потихонечку сознание жертвы покидает вас. Когда сознание жертвы покидает вас, и он перестанет на вас внимание обращать. Именно давить перестанет. Возможно, он ожидал, что дети станут какие-то крутыми. Или вы там будете какая-то там супер-пупер женщина. Возможно, он нарисовал себе в голове такое. Ну, ради бога, чтобы вы стали такая, он должен стать другим мужем. Он должен помогать вам для этого. Поддерживать вас. Это правда. Знаете, дело в том, что мы постоянно ожидаем от друг друга что-то, на место того, чтобы помогать друг другу стать кем-то. Мы постоянно упрекаем друг друга на ошибки. Мы постоянно упрекаем, унижаем друг друга. Хотя мы могли бы друг другу помогать стать лучше. Либо вы должны начинять с этого, чтобы помочь ему стать лучшим мужем. Либо он должен начинать. Но я могу вам сказать, разве жена? Господь создал женщины как земли. У вас морал, у вас философия жизни как земля. Поэтому земля мат и так далее говорят. Правильно? Это не просто так. Поэтому вы, поскольку женщина, вы более терпеливее. Женщины более терпеливее, чем мужчины. А вот я вам скажу так. Мужчинам легче изменить, чем женщины. Начните, пожалуйста, расти духовно. И поработайте над собой. И потихонечку поддерживать своего мужа, чтобы он стал лучшим. Например, говорите ему так. Если что-то во мне тебе не устраивает, тогда помоги мне стать таким, как ты мечтаешь. И потихонечку, потихонечку, вдохновляя. Почитайте мою книгу «Что не значит женщина и мужчина?». Знаете, мы постоянно друг от друга ожидаем что-то, великие поступки и так далее. Мы постоянно друг от друга сочувствовать требуем. Никто из нас не готов отдавать. Нам надо начинать отдавать. Чтобы стать любимой, отдавайте любовь. Чтобы стать богатым, дайте деньги, дайте богатству. Чтобы стать умнее, читайте книги, посвящайте уроки и обучайте эти знания другим людям. Мир так создан. Создайте изобилие того, что вы хотите. Хотите счастья? Самому действуйте, чтобы изобилие было в счастье вокруг вас. Дайте счастье, отражайте от себя счастье. Каждый день тренируйтесь, чтобы хотя бы по 1% ваше счастье вырос. Самый важный день и самый важный минут день – это утро. Утром, когда встанете, создайте внутреннее счастье, а потом старайтесь его в течение дня сохранить. Многократно тренируйтесь, со временем это произойдет. Помните, если сегодня вам тяжело в жизни, вечно так не останется в жизни. Если сегодня облака и серые туч над небом, но вечно так не бывает. Когда вы говорите «небо», вы же его не представляете хмурыми, серыми, вы его представляете синими. Голубими, синими, яркими, светлыми. То же самое. Поэтому жизнь, когда вы слышите, помните, что жизнь – это то, что осталось, а не то, что вы прожили, а вот оставшую вы способны изменить. Не надо остаться жертвой прошлого. Не таскайте с собой то, что было вчера. Ассаламу алейкум, у меня сын погиб, когда ему было 17 лет. Две дочки. Еще, но никак не могу смириться с этим жизнью. Мне интересно стало, когда с друзьями собираемся, и они про своих сновей говорят, мне больно постоянно, нам уже 50 лет, и жене тоже тяжело. Как быть? Все уважаемые комильжон. Комильжон, дети дают Господь, дети дают Аллах, иногда порой их забирают. Я заметил, что все то, что мы сильно любим, то и заберет от нас. Это правда. Это действительно так. Жизнь, она иногда такая. И поэтому она необычная. То, что сильно любишь, жизнь отнимает от тебя. Я видел много влюбленных, которые очень сильно любили, свою девушку или своего мужа, и парина, и они так и не могли жениться. Я видел очень много людей. Кто-то любил свое имущество, кто-то любил свой пост. Они всегда патриоли этих вещей. Любите Бога. Любите Всевышнего. Любите свой народ. Воспитывайте своих дочерей. Научитесь передборовать эту боль. Это боль, в которой в нем спрячена зрелость. Это боль, в которой в нем спрячена мудрость в жизни. Никому не пожалеем мы такого. Но иногда с нами могут произойти что-то такое. Но надо стараться, чтобы вы не страдали от этого постоянно. Судьбу надо принимать, какая она есть, и от него создавать счастливые минуты жизни. Помните, жизнь это то, что осталось. Берите свою жизнь под контролем. А то, что вы не можете повелять, принимайте. Если вы не можете повелять, принимайте. Это не ваше территория влияния. Смерть – это не ваше территория влияния. Знаете, Всевышний мудр, Всевышний справливый. У него есть свои планы, и он никогда никому не дает нарушать его планы. Нам не знать этого. Человеческий ум еще не достиг такого уровня, чтобы понять этого. Так что, единственное, что нам останется от этого, принимать и быть благодарным. И оставшую жизнь стараться сделать лучше. Это очень важно. Почтить память сына, а воспитывать прекрасных дочерей, радоваться. У вас будут внуки, у вас будет дальше жизнь продолжаться. Не останавливайтесь. Помните, что любая потеря – это тоже жизнь. Любое прообретение – это тоже жизнь. Просто иногда мы думаем, что со мной так не должно произойти. Как будто это могут произойти с кем-то угодно, но не со мной. Или иногда мы думаем, что это якобы наказание судьбе. А я вам скажу – нет. И прообретение и потеря – это все благодать Всевышнего. Это милость Аллаха. Просто мы не знаем, зачем, но это так. Время покажет. Я желаю вам терпения. Я желаю вам мудрости, я желаю вам принятия. Как вы? Как вы? Я, не знаю, вы в Байке или откуда вы. Обнимаю вас. Я представляю иногда, как вам больно, потому что я отец, я знаю, что это такое. Но с этим надо научиться жить. А теперь смотрите на каждого ребенка, который видите где-то, и относитесь к своему, как к своему сыну. Возможно, это делает вас больше, чем просто отец. Это, возможно, открывает для вас величайшую мудрость, потому что я знаю, что у Всевышнего есть свои планы. Нам просто не знать об этом. В этом тоже есть какая-то скрытая тайна. Человеческая жизнь, она такая необычная, сложная. Я буду писать книги о моем опыте, наверное, необычной консультации, которую я давал за эти 22 года. Буду написать много-много чудесных вещей, которые я встретил в жизни. Наверное, такую книгу когда-нибудь напишу. будут очень много различных случаев смены жизни и так далее, которые все они могут научить нас чему-то. Ребята, не забудьте ставить лайк под нашу рубрику рекомендуйте своим друзьям знакомым. Обнимаю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова